Last of Us Уверен каждый, кто хоть немного интересуется играми хотя бы раз, но слышал это название. Ведь первый Last of Us это одна из самых известных игр платформы PlayStation. И у Last of Us эта известность не взялась из ниоткуда, ведь это не только культовая игра, которая признана и критиками, и рядовыми геймерами, но и трогательная личная история, которая к тому же местами поднимает довольно смелые темы. И сегодня мы пройдемся по Last of Us от начала и до самых титров, детально обсудим сюжет этой игры и попытаемся понять, почему же Last of Us занимает особое место в сердцах поклонников PlayStation и считается такой особенной. Ну что, консольщики и консольщицы, готовы к долгому и опасному путешествию сквозь всю Америку? Тогда усаживаемся поудобнее, закидываем лайк видосу и поехали! Как известно, у любой истории есть начало. И наше, разумеется, не исключение. И так как Last of Us это сюжетно-центрированная игра, то в этом видео будем много обсуждать разные сюжетные сцены и довольно подробно рассмотрим завязку истории. Last of Us начинается с обыденной бытовой сцены, в которой нас знакомят с главным героем игры Джоэлом и его дочкой Сарой. Из этой сцены мы узнаем, что у нашего героя дела идут не очень. И не очень настолько, что складывается впечатление, что если бы дочь не напомнила бы отцу про то, что у него сегодня день рождения, то он и не вспомнил бы про это вовсе. Однако по эпизоду, в котором Сара дарит отцу часы, становится понятно, что несмотря на все финансовые и жизненные трудности, отношения с дочкой у них превосходные. И они легко позволяют друг другу даже вот такие шутки. Эти отношения сильно повлияют на дальнейшие события, о которых наши герои пока еще даже и не догадываются. Хотя уже в эти минуты, в каком-то десятке километров от этого места, начинает разгораться масштабная трагедия. Чуть позже Сару посреди ночи будет чем-то встревоженный брат Джоэла Томми, который хочет сообщить что-то важное, но связь обрывается. А беспокоенная Сара начинает искать отца. И примечательно то, что Сара это первый персонаж, за которого нам дают поиграть в Last of Us. И хоть за Сару много поиграть не удастся, этот элемент был сделан намеренно, чтобы можно было погулять по дому, узнать через предметы и фото о его обитателях немного больше, начать догадываться, что Джоэл отец-одиночка, и еще больше понять, как отец и дочь важны друг для друга. Далее в одной из комнат мы видим по телевизору, что в местном репортаже говорится что-то о массовом заражении, и что зараженные проявляют агрессию. И когда Сара наконец находит отца, становится очевидно, в городе происходит что-то из ряда вон выходящее. Их сосед, который уже заразился, набрасывается на Джоэла, и тому приходится применять оружие. После этого случая герои решают валить из города, и как раз к этому времени подъезжает Томми, и они вместе, троем, пытаются как-то выехать. Но им приходится ехать через часть города, а в нем уже творится сущий ад. В этой неразберихе троица попадает в аварию, в которой Сара ломает ногу, и Джоэлу приходится идти пешком с дочкой на руках, попутно отбиваясь от толп зараженных. В какой-то момент всей этой заварухи становится очевидно, что от зараженных так просто не убежать. И Томми принимает решение их задержать, дав шанс Джоэлу и Саре уйти. Отец и дочь отрываются, но их преследует еще пара зомби, которые стремительно сокращают отрыв. И когда кажется, что ситуация безнадежна, зараженных убивает, казалось бы, очень удачно встретившийся им военный. И вроде бы все, беда позади, но не тут-то было. У военного приказ никого не выпускать из города, даже детей, так как среди них тоже могут быть инфицированные, а инфекции никак нельзя дать вырваться за пределы города. И солдат намеревается применить оружие, и даже делает пару выстрелов, но в последний момент поспевает Томми. И вроде бы все, путь чист, но одна пуля, выпущенная военным, все-таки задевает Сару, и дочь умирает на руках у отца. Так, убери руки. Ничего, ничего. Боже. Потерпи, милая, потерпи. Все будет хорошо. Посмотри на меня. И этот момент встречи с военным заслуживает отдельного внимания. Безусловно, когда проходишь игру и наблюдаешь за концовкой этого эпизода, думаешь, какой же скотиной надо быть, чтобы так поступить, как этот военный. Но спустя какое-то время, постыв от эмоций и рассуждая максимально холодно и безэмоционально, посещают следующие мысли, что ведь он хотел уберечь всех от заразы, в том числе и таких же детей, как Сара, даже таким ужасным способом. Вот вам вопрос. Жизнь одного в моменте или угроза жизни миллионов в перспективе? Согласитесь, если подумать, дилемма не самая простая, частная против общего, особенно, когда на кону жизнь. И сценаристы Last of Us не дают нам ответ на вопрос, что хорошо, что плохо, что правильно, а что нет. Ведь так и завершается пролог Last of Us, после которого следует заставка, в которой в форме радиосообщений нам дают понять, что не каждый военный на своем месте или в штабе смог поступить так же ужасно. Так же ужасно, но в то же время холодно и расчетливо. Не каждый смог отдать приказ о уничтожении города, нажать кнопку или спустить курок. Ведь люди не остановили заразу. И апокалипсис развернулся в полном масштабе, забирая миллионы и миллионы жизней. В Новом мире мы встречаем Джоэла 20 лет спустя. Тот момент, когда его будет его подругой, подельница Тесс, у которой выдался нелегкий денек. Джоэл и Тесс в Новом мире контрабандисты. И как часто бывает, когда занимаешься подобным промыслом, у них не все идет по плану. У них была сделка с неким Робертом, но тот решил их кинуть и с помощью подельников пытался устранить Тесс. Тесс и Джоэл понимают, надо срочно разобраться с Робертом. Медлить нельзя и пара отправляется в путь. И вроде уже ничто не указывает на личную трагедию, которая произошла 20 лет назад. Но внимательный игрок заметит часы, подаренные Сарой на запястье Джоэла. И эти часы еще сыграют свою роль в этой драме. Далее следует прогулка по городу, в ходе которой мы можем познакомиться с тем, что стало с цивилизацией. Часть городов превратили в карантинные зоны, в которых военные с помощью силы пытаются поддерживать некое подобие порядка. Однако продовольствия не хватает, кругом голод, разруха, и люди не верят, что военные способны что-то изменить. Поэтому набирает силу движение сопротивления, именуемое цикадами. Так или иначе, наша пара доходит на пути к Роберту до блокпоста, но когда военный пропускает Джоэла и Тесс, на блокпост нападают цикады, и приходится идти в обход. И в одном из обходных туннелей мы встречаем первого зараженного. И тут стоит остановиться подробнее на самих зараженных. В Last of Us они отдельная тема. Ведь здесь мы имеем дело не с привычными зомби. По сути, зараженные это люди, которыми завладел кардицепс. Это реально существующий грибок, который для людей безвреден, но который заражает насекомых и даже меняет их поведение. В Last of Us обыграно так, что кардицепс в ходе эксперимента эволюционировал и стал способен развиваться и на людях. Согласитесь, такой подход к созданию зомби не лишен креатива. В конце концов, мы добираемся до пристани, где должен быть Роберт, разделываемся с его бандой и загоняем того в тупик. Однако, своих пушек, на которые Роберт кинул Джоэл и Тесс, нам не видать, ведь он продал их цикадам. За это Тесс, не колебаясь, делает ему еще два отверстия в черепушке, и нашей паре ничего не остается, кроме как идти к цикадам и объяснять всю эту ситуацию. И тут, когда кажется, что сейчас будет квест по поиску цикад, сама глава цикад выходит из-за угла. Конечно, за это можно было бы ластопас упрекнуть, но типа поскупились на квест. Но в данной ситуации, как мне кажется, создатели решили не растягивать игру банальными квестами и сразу перейти к делу. Ну и плюс, такой шаг был довольно неожиданным. Глава цикад Марлин соглашается вернуть пушки и даже добавить сверху, но при условии, что Джоэл и Тес сделают для нее одну небольшую работенку. Парочке ничего не остается, кроме как соглашаться. Но в то же самое время они же не какие-то лохи, они матерые контрабандисты, поэтому они сразу не вписываются в работу и просят показать пушки и разъяснить, что там за работенка. Сказано, сделано. Джоэл и Тес следуют за Марлин в убежище, где хранится груз, который им нужно куда-то доставить. Однако в убежище выясняется довольно занятное обстоятельство. Стоп. Ты кричи о ней? Группа наших будет ждать возле Капитолия. Оказалось, что груз не совсем груз в привычном понимании и чтобы получить назад свои пушки, нужно провести до Капитолия девочку по имени Элли. И я бы сказал, что именно в этот момент заканчиваются прелюдии и начинается Last of Us. Решено, что Тес пойдет проверить, действительно ли у Марлин есть пушки. А в это время Джоэл побудет с Элли. И пока Джоэл и Элли добираются до одной из квартир нычек Джоэла, девочка, на которую как игроку, так и Джоэлу как-то пока пофиг, пытается разговорить с контрабандиста. И поначалу тот кое-как поддерживает диалог чисто символически. Но совсем скоро любопытство юной Элли его достает. И он говорит то, что думает, не скрывая своего полного пофигизма в ее отношении. Знаешь, почему я люблю свою работу? Потому что знать почему мне не обязательно. Мне вообще плевать на тебя. Отлично! А позже уже на месте он и вовсе заваливается на диван, полностью забивая на девочку груз. Чего разлегся? Убиваю время. А мне что прикажешь делать? Уверен, ты сама придумаешь. Но та чисто, между прочим, замечает на его руке часы, которое 20 лет назад Джоэлу подарила Сара. Часы разбились. И думаю, тут не надо быть семь пядей во лбу, чтобы начать догадываться, что так как у Джоэла была дочь, которую он потерял, то теперь между ним и Элли начнут завязываться отношения типа отец-дочь. Но учитывая травму Джоэла, эти отношения будут завязываться с определенными сложностями. И так как игра вышла не вчера, думаю, многие знают, что так оно и выйдет. Вопрос в том, как сценаристы и создатели игры проведут нас по этому пути и удастся ли игроку прочувствовать и поверить в то, что эта связь случилась. Окей, давайте отслеживать, как в Last of Us Джоэл и Элли пройдут весь этот путь, от пофиг до... но об этом потом. Немного позже на конспиративную квартиру возвращается Тесс и возвращается с хорошими вестями. Пушки у Марлин действительно есть, а осталось только выполнить работу и получить их назад. Троица немедля отправляется в путь, однако совсем скоро они нарываются на патруль, который их вяжет и проводит тест на заражение. Но тут Элли пытается вырваться и воспользовавшись суматохой, Джоэл и Тесс устраняют военных. Однако прибор теста на заражение выдает любопытную особенность Элли. Не понял, это что, подстава? Я... На нас повесили больную девчонку? Я не больна. Нет? Прибор ошибся? Я объясню. Да уж, придется. Смотрите. Да плевать, как ты заразилась. Укосу три недели. Дольше двух дней никто не протянул. Хватит врать. Три недели, клянусь. Но решать, что делать дальше некогда. На подходе подмога военных приходится бежать. И когда герои уходят от погони, выясняется самая важная вещь. Суть того, почему Элли так важно отвезти в назначенное место. У нее иммунитет, и это должно помочь создать вакцину, в которой так все нуждаются. Джоэл уже ни во что не верит, и даже не будь Тесс, возможно, повернул бы назад. Но смелая контрабандистка решает, несмотря на все опасности, которые ждут вне карантинной зоны отправиться в путь. И мне нравится то, как история заигрывает с интересом играющего. Нам довольно быстро открывают все важные карты, и уже нам решать, как к этому относиться, и с какими мыслями идти дальше по ходу истории. А дальше лежит нелегкий путь в Капитолий, и впереди первая настоящая битва с зомби, на которой стоит задержаться подольше. Помню, в 2013 году, когда впервые проходил Last of Us, а проходил на Харде, то поход через небоскреб и первая серьезная стычка с зараженными дали точно понять, что ты тут далеко не супергерой. Да какой там супергерой, ты тут даже не классический герой игры про зомби, ты самый обычный человек, для которого пара-тройка зомби, а иногда и вовсе один зомбарь, несут смертельную угрозу. И это ощущение того, что Джоэл самый обычный человек, как нельзя лучше ложиться на общую концепцию игры один из нас, обычный и в диалогах, и в поступках, и даже в битвах. Я бы сказал, что в этом плане Last of Us приближена к реальности. Что хочу еще добавить, при первом прохождении иногда даже испытывал ощущение обреченности, неизбежности и даже примесь страха перед предстоящими сражениями или походами сквозь темные тоннели, особенно, когда во тьме раздавались щелчки, а счетчик патронов был на нуле. А что касается наших героев, то на своем пути к Капитолию они еще не раз столкнулись с зараженными, но кое-как удавалось отбиться и в итоге получилось дойти до пункта назначения даже в полном составе. И тут я хочу обратить внимание на ту составляющую Last of Us, которую не особо замечаешь в играх, когда она есть, но явно ощущаешь ее отсутствие, когда разработчики об этом не позаботились, вот словно чего-то тогда не хватает, когда этого нет. Речь, конечно же, о мини-диалогах, когда напарники что-то рассказывают, комментируют или даже подсказывают в процессе игры. Например, в данном случае Элли спрашивает о мире доапокалипсиса, интересуется мнением Джоэла и Тесс, да и просто комментирует происходящее. В фильме о создании Last of Us создатели отмечают, что им и самим нравятся такие моменты в играх, и они хотели бы, чтобы в Last of Us такие вещи присутствовали и делали происходящее естественнее. И именно эти мимолетные фразы в совокупности с кат-сценами и создают арку, в которой развиваются отношения героев в играх в принципе. И в данном случае Элли и Джоэл пока не особо-то общаются, и в основном эти мини-диалоги и создавали некий контекст для их отношений. И когда Троица почти дошла до Капитолия, Джоэл снова глянул на свои часы, на которые Элли обратила внимание в убежище. И этот момент смотрелся максимально уместно и естественно. Ты веришь в то, что в Джоэле что-то на секунду проснулось, а не взялось из ниоткуда. Но вернемся к истории. В назначенном месте, в котором цикады должны были забрать Элли, героев ждут сразу две неприятные вести. Одна хуже другой. Первая, всех ожидавших их цикад перебили. Вторая, Тесс в ходе одной из стычек со зараженными все-таки укусили. И так как ее часы теперь сочтены, она просит Джоэла выполнить последнюю свою просьбу. Отвести Элли к его брату Томми, который все еще жив и который знает где искать других цикад. Но движет Тесс теперь явно не жажды наживы. Она верит, что Элли призрачная надежда на спасение всего человечества. Но не будь это последняя просьба Тесс, Джоэл вероятно все равно повернул бы назад, ведь он во все это не верит. Но это была последняя просьба боевой подруги, плюс поспели на зачистку сектора военные. Тесс остается, чтобы их задержать и принять смерть от пули, но не превратиться в монстра. И несмотря на то, что этот персонаж был с нами всего пару часов, ее действительно жаль. Ты успеваешь проникнуться к ней симпатией и поверить в то, что это живой человек. И в то же самое время хочется отдать должное тем, кто создавал образ этого героя. Тесс один из самых ярких и запоминающихся женских персонажей в играх второго плана. В итоге Джоэлу и Элли кое-как удается отбиться от военных, преодолеть препятствия в виде затопленного метро, и в нем выясняется, что Элли не умеет плавать, а дальше путь их лежит в соседний городок, к одному товарищу Джоэла по имени Билл, который, если повезет, может помочь с транспортом. Но перед самой отправкой в путь у Джоэла и Элли состоялся довольно резкий разговор. Насчет Тесс. Не знаю, что... Уговор будет такой. Ни слова протез. Никогда. Мы с тобой вообще не обсуждаем прошлое. Второе. Ты никому не говоришь о своей особенности. Решать, что ты спятила или убьют. И ты будешь делать, что я скажу и когда скажу. Ясно? Да. Повтори. Ты тут главный. И на первый взгляд может показаться, что Джоэл после случившегося стал еще хуже относиться к Элли. И возможно даже отчасти винит ее в том, что произошло. Но с другой стороны никакого негатива в его словах нет, лишь инструкции. И видно, что за 20 лет жизни в таком мире Джоэл пережил немало утрат и знает, как закрыть свое сердце от боли. Ведь сложно даже представить, через что он прошел и скольких знакомых и близких за это время потерял. Отсюда и условие никогда не говорить про Тез. Ведь утрата для Джоэла все еще острая тема. Но забегая наперед, это изменение в нем произойдет и он примет в конце концов утраты. А дальше уже в городке в дело снова вступают мини-диалоги, которыми в Last of Us, как мы уже отметили, сценаристы-постановщики очень грамотно убивают несколько зайцев одной пулей. Мы получаем и детали сюжета, и немного лора, и видим развитие отношений героев и происходящее смотрится естественнее. Ну и в конце концов игроку просто интереснее играть, когда герои не просто молчат, преодолевая очередную полосу препятствий. И тут, я думаю, надо бы вставить пару таких мини-диалогов для наглядности. Допустим, твой приятель даст нам машину. А потом? Потом мы поедем к Томме. Это который твой брат? Гораздо важнее, что он был с цикадами. Знает, где их искать. А, ясно. Только он далеко, поэтому нам нужна машина. Посмотри! Гномы! Да, гномы. У меня была с ними целая книжка. В детстве я их просто обожала. А феечек нет, они стрёмные. Ну ладно. А ты что, играла? Нет. Но одна подружка мне про эту игру рассказывала. Там вроде была героиня по имени Энджел Найвс и... Ну, короче, типа она сначала била ногой в живот, а потом отрывала башку. Никогда не любил такие игры. И когда слушаешь эти разговоры героев и сам понемногу проникаешься симпатии Келли и понимаешь какой человек Джоэл. Дальше мы находим Билла, который нехотя, но соглашается нам помочь. И соглашается только учитывая то, что он чем-то сильно обязан Джоэллу. Билл живет один в этом городке, который просто кишит зараженными. И этот выбор он сделал сам. И он обусловлен тем, что Билл полностью утратил доверие к людям. И у него есть на то свои причины. Все рано или поздно его предавали. Даже партнер, о чем немного позже. И Биллу и принадлежит одна из самых главных фраз, сказанных в Last of Us. Идея в следующем. В этом городке Билл поможет нам найти и собрать автомобиль на ходу. А для этого нужно выполнить пару квестов, чтобы найти запчасти, в частности живой аккумулятор, который должен быть в машине военных, которая недавно пробила стену местной школы. Но когда герои продрались сквозь полчища зомби и дошли до пункта назначения, их встретил сюрприз. Аккумулятор кто-то уже стащил. И убегая от толп зомби, Джоэл, Элли и Билл решили укрыться в доме, в котором был повешенный, в котором Билл узнал своего партнера. Ну вы поняли какого партнера. И пока Билл предавался горю, Элли решила осмотреть дом, и в гараже и нашла автомобиль, в котором был и бензин, и аккумулятор из машины военных. И Билл снова убедился в том, что лучше держаться от людей подальше и жить в городке, который лучше делить пополам с зараженными, чем с людьми, от которых не знаешь, что ждать. И тут, конечно, можно было бы порассуждать на тему, что ждешь от людей, то и получаешь, и сказать, что в этом моменте есть некий поучительный элемент и двойной смысл, и сказать, что Билл и сам притягивает таких людей, которые в итоге его кидают, но я думаю, что сценаристы не хотели все усложнять, и в данном эпизоде хотели просто подтвердить убеждение Билла, что самый опасный и мерзкий враг в новом мире это незараженные, самый опасный враг это люди. Да и вообще стоит сказать, что Last of Us это не совсем игра про зомби, это игра про людей. И следующие главы как раз и будут об этом, ведь после теплого прощания с Биллом Джоэл и Элли отправляются в путь, но доехать до Томми им не удастся, ведь на пути они повстречают самого опасного и хитрого врага мира Last of Us, да и мира в принципе. Да, на Элли и Джоэла по пути нападают бандиты, но как позже выяснится, это не просто бандиты, это в прошлом повстанцы, которые были недовольны действиями военных в рамках их карантинной зоны и переворот власти состоялся, но лидеры повстанцев не имели цели сделать жизнь лучше для всех и по итогу все превратилось в банальный бандитизм с волчьими законами и тут есть над чем порассуждать может показаться, что посыл очевиден лучше хоть какой-то порядок и контроль чем полное его отсутствие но не так все просто стоит учитывать и то, что военные в этой карантинной зоне попросту не отдавали людям паек и таким образом спровоцировали агрессию а в той же карантинной зоне в Бостоне о которой говорит Элли такого не было а раздавая военные людям еду такого вероятно бы в этом городе не было то есть причинно-средственные связи и истинные виновники не всегда очевидны и легко постфактум винить бандитов но кто виноват в том что они в принципе появились также в этом городке проскочит один момент который можно запросто упустить мы находим одну из записок в которой мать пишет что отомстит военным за сына который протестовал и за что поплатился жизнью момент интересен тем что Джоэл эту записку прокомментирует и прокомментирует следующим образом Джоэл прокомментировал эту записку довольно сдержанно и не так воинственно как можно было ожидать от героя игры он прокомментировал как самый обычный человек который не стремится изменить мир к лучшему и который не чувствует себя всесильным и тут стоит сказать об одной из самых важных отличительных черт Last of Us в этой игре мы играем не за супергероя не за избранного не за супер бойца или супер чего угодно в Last of Us мы играем за самого обычного человека которому свойственны простые приземленные ценности цели и мысли которые он и выражает но окей вернемся к событиям по сюжету и обсудим что у нас с отношениями Элли и Джоэла а все это время наши герои отбиваясь от бандитов и временами от зараженных пробирались к выходу из города и в какой-то момент Элли спасает Джоэла от верной гибели однако тот не спешит с благодарностями Как я ему мозги вышибла а? Да это точно Тошнит Я ведь просил тебя не лезь Сам же рад что полезла Хорошо хоть башку мне не прострелила соплячка чертова Знаешь что Джоэл Сказал бы Элли Я знаю что тебе нелегко но ты справилась Ты спасла мне жизнь Неужели это так трудно Джоэл Надо идти дальше Да отношение Джоэла к Элли все еще прохладное и на то есть причина о чем мы узнаем немного позже и причина это не очевидно но Джоэл ведь не последний мудак и понимает что был в этот момент рисковат и чуть позже все же благодарит Элли за помощь Если я опять влипну Бей так чтоб наповал Ясно? Я поняла Ну ладно И знаешь насчет того раза Спасибо что спасла мне жизнь Вообще Джоэл довольно замкнутая личность и видно что даже эта благодарность далась ему непросто но после этого момента он начал больше доверять Элли и самое интересное что к этому времени и ты как игрок к ней привык то есть сценаристы и постановщики делают свою работу и делают хорошо Также хочется отметить что мы не были свидетелями повстания в городе и не знаем как развивались события но по декорациям и запискам можно запросто понять что происходило и в этом определенно заслуга дизайнеров декораций и тех людей которые продумывали подачу лора Да в Last of Us несмотря на то что это по большому счету коридорная игра есть хорошо прописанный лор Вообще записки надписи декорации тут неотъемлемая часть истории Ты воспринимаешь игру целиком катсцены диалоги декорации записки и воедино складывается общая картина и создается атмосфера мира Last of Us А дальше наши герои встречают Генри и Сэма Генри и Сэм тоже нарвались на бандитов когда вместе со своей группой решили зайти в город за припасами вместе вчетвером они будут пытаться как-то выбраться и оставить город позади но в какой-то момент когда проржавевшая лестница не выдерживает Элли Генри оставляет Джоэла с ней под шквальным огнем и вместе с Сэмом уносит ноги однако Элли и Джоэлу удается кое-как выбраться и они снова встречают эту пару братьев Джоэл очень зол и хочет прострелить Генри лицо за то что тот его кинул но Генри говорит что не мог рисковать младшим братом и что Джоэл будь они с Элли на его месте поступил бы так же и этот аргумент срабатывает и я бы сказал что где-то к этому моменту Джоэл понемногу начинает понимать что Элли для него уже давно не просто груз как бы он этому не сопротивлялся а уже считай что свой человек а дальше в стоках через которые лежит путь к убежищу Сэма и Генри мы узнаем историю человека по имени Иш вся история подается через записки предметы обстановку и декорации Иш после начала катастрофы жил на судне а потом в канализации в системе тоннелей которая обеспечивала ему безопасность жил он так довольно долго лишь иногда выбираясь за припасами но в какой-то момент он понял что это не совсем жизнь а скорее существование также увидел нормальных людей пожалел и решил впустить в свое убежище несколько пар с детьми и судя по обстановке все вместе они пытались наладить нормальную жизнь и даже кое-что получалось есть даже места где учили детей но кто-то забыл закрыть дверь и внутрь ворвался зараженный и мало кому удалось спастись как мы позже выясним сам Иш вероятно тоже погиб и можно сказать вот она цена человечности впустил людей и воплотился лучше бы тихо сидел один как тот же Билл в своем городке и я бы сказал что тут Ласт оф Ас ставит нас перед суровой правдой выживание и человечность не всегда совместимы и порой цена человечности бывает самой высокой но вопрос правильно или нет платить эту цену остается на усмотрение игрока после тоннеля Иша наши герои направляются к радиовышке которая является убежищем Сэма и Генри вообще братья тоже ищут цикад поэтому решено искать их вместе ведь так и проще и безопаснее и стоит отметить что Элли неплохо подружилась с Сэмом они много общаются обсуждают разные подростковые вещи и видно что эти дети выросли уже в новом мире и никогда не видели другого что порой приводит к довольно интересным ситуациям так или иначе далеко от тоннеля Иша к вышке пройти не удалось так как в пригороде герои снова нарвались на бандитов вообще если посчитать то к этому моменту убитых игроком бандитов уже наверняка будет вдвое больше чем зараженных благо после этой схватки наконец долгожданное убежище с обилием еды и в безопасности Джоэл и Генри Чиллет вспоминают жизнь до катастрофы обсуждают всякое разное а Элли решает им не мешать и пойти просто поговорить с Сэмом однако тот был настроен не на дружеский подростковый диалог а скорее на разговор философский о том что происходит с людьми когда те заражаются и о том кто что боится и в ходе этой беседы мы узнаем чего на самом деле боится Элли вот и причина почему она так привязывается ко всем кто попадается ей на пути и очень хочет подружиться с Сэмом и несмотря на то что старший брат запрещает ему брать с собой все что лишнее в дороге Элли дарит ему трансформера которого Сэм до этого приметил в магазине но Сэму уже не до подарков и уже на утро Сэм превращается в зараженного ведь у него нет иммунитета и набрасывается на Элли когда та приходит его будить Джоэл хватает оружие но пистолет из его рук быстро выбивает Генри который секунду мешкает но в итоге сам убивает заразившегося брата однако через еще одно мгновение к нему приходит осознание того что произошло и он решает покончить с собой и этот момент напоминает нам что в мире Last of Us гибель поджидает на каждом шагу и в любой момент можно потерять того кто тебе дорог и не за что будет держаться в этом жестоком мире но горевать некогда нужно идти дальше и Элли с Джоэлом снова вдвоем продолжают путь к Томми который должен знать где находятся цикады и уже на гидроэлектростанции мы встречаем брата Джоэла который вместе с другими выжившими и своей новоиспеченной женой пытаются наладить нормальную жизнь в небольшом городке под названием Джексон и у них неплохо получается в городке даже было электричество правда сломалась турбина и Томми с остальными пришли ее починить а когда между Томми и Джоэлом состоялся разговор с глазу на глаз выяснилось довольно неожиданное обстоятельство Джоэл оказывается все это время планировал не просто выяснить у Томми где находятся цикады но и отдать ему Элли чтобы тот сам ее отвел Томми такой расклад совсем не устраивает ведь у него жена и ответственность перед остальными выжившими но Джоэл настаивает вспоминая то что до этого годы присматривал за братом и что тот должен это сделать ради всех честно несмотря на то что характер Джоэла по ходу игры был неплохо раскрыт и это как выяснилось не самый благородный представитель человечества но этот разговор был довольно неожиданным и его лучше услышать самим нужна снаряга бери но с девчонкой своей возись сам вот она благодарность за что бы сколько лет я о тебе заботился так это забота была да мне года с тобой вспоминать страшно благодаря мне ты жив лучше бы я сдох я привел к тебе ту кто нас всех спасет а ты решил повыделываться малыш ты не в Бостоне только попробуй тронуть меня это плохо кончится да что это за хрень черт на нас напали но как это часто бывает в играх и фильмах момент был прерван неожиданной ситуацией на гидроэлектростанцию напали бандиты и совсем скоро мы узнаем истинную причину такого поведения Джоэла после битвы с бандитами Томми поговорил с женой зовут которую к слову Мария и Томми согласился взяться за дело пусть Мария и не одобрила эту затею однако пока взрослые спорили Элли взяла лошадь и сбежала она поняла что Джоэл решил ее оставить и после погони на лошадях между Джоэлом и Элли состоялся самый откровенный разговор в этой игре вставай мы уходим пошли а если я не хочу ты хоть понимаешь что значит твоя жизнь а? взяла и убежала из идиотской прихоти как глупый ребенок значит мы оба друг друга разочаровали что ты от меня хочешь? признай что ты мечтал меня сбагрить Томми знает эти края лучше меня да плевать ну извини ему я доверяю больше чем себе хватит прикидываться чего ты так боишься? что со мной будет как с Сэмом? я не могу заразиться я могу за себя постоять сколько раз мы чуть не погибли и тем не менее до сих пор живы Томми сумеет лучше о тебе позаботиться я не она что? Мария рассказала мне про Сару Элли ты сейчас ступаешь по очень тонкому льду мне жаль твоя дочь Джоэл мне знакома боль утраты ты понятия не имеешь что такое утрата все кто был мне дорог либо умерли либо ушли бросили все кроме тебя так что не говори что с Томми мне будет лучше с Томми мне будет еще страшнее ты права ты не моя дочь а я тебе не папочка тут наши пути расходятся завязывайте мы не одни Джоэл все это время старался вести себя так отстраненно по отношению к Элли так как знал что со временем к ней привяжется и случись с ней хоть что-нибудь ему будет так же больно как и в случае с утратой своей дочки Сары он знал как это больно и не хотел ни привязываться к Элли ни случись с ней что испытывать боль и его можно понять но тем не менее после очередной битвы с бандитами Джоэл решил изменить свое решение видимо он колебался как это и свойственно людям однако принял окончательное решение самостоятельно доехать с Элли до Цикад гармонично ли смотрелся этот момент скорее да чем нет ведь к этому времени ты и сам как игрок уже не хочешь расставаться с Элли а что касается Джоэла то тут он выглядит человеком который с одной стороны не хочет боли для себя но с другой он не хочет придавать чувства тех кому стал он дорог и подвергать опасности близких и я считаю что выбор в таких ситуациях определяет то какой ты человек окей наши герои отправляются в путь и последний раз Томми видел Цикад в Колорадском университете и именно туда и направились Элли и Джоэл на лошади которой Элли дала кличку Мозоль и по мини-разговорам о которых не раз упоминалось в этом видео на первый взгляд ты не скажешь что между Элли и Джоэлом что-то сильно изменилось однако когда Джоэлу надо было пройти вглубь здания чтобы запустить генератор Элли которая остается с мозолью говорит будь осторожен на что Джоэл отвечает и ты тоже и в этих словах чувствуешь искренность ведь и до этого были случаи когда было необходимо разделиться но таких слов они не говорили в адрес друг друга а тут вроде мимолетная ничего не стоящая фраза но как же она важна в этом моменте для понимания отношений героев плюс Джоэл стал более открыто говорить о себе и даже признался что в молодости мечтал стать певцом к слову только те кто обратили на это внимание поймут один немаловажный момент в Last of Us 2 певцом да ладно серьезно спой что-нибудь нет давай я не буду смеяться ни за что так или иначе уже на подступах к университетской лаборатории где по идее уже должны были бы показаться цикады Элли и Джоэл стали догадываться что что-то тут не так но все же решили дойти до конца и пока мы прокладывали путь и сражались с зараженными можно было найти несколько любопытных записок одна из которых к примеру отвечала на вопрос а как обстоят дела в остальном мире а вообще создатели Last of Us можно похвалить за то что им удалось создать ощущение что большой мир существует и что события игры не разворачиваются в отрыве от всего и это вовсе не мелочь а когда Элли и Джоэл дошли до лаборатории то стало очевидно что цикад здесь давно уже нет и никто их не ждет новая цель хотя бы узнать куда они ушли и в одной из комнат рядом с трупом удалось найти аудиодневник в котором говорилось что цикады ушли в Солт Лейк Сити и не успели наши герои даже толком обсудить новую информацию как на них снова напали бандиты и в ходе драки Джоэл неудачно свалился с балкона и пробил себе бок рана очень серьезная но и бандиты не думают отступать Джоэл из последних сил пытается отстреливаться и ему отчаянно помогает Элли но когда удается отбиться и отъехать на лошади Джоэла покидают последние силы и он сваливается без сознания а в следующем кадре нас встречает уже зимняя поляна на которой Элли охотится на зайца вообще стоит сказать что все события Ласт оф Ас не идут одним сплошным хронометражом и протекают на протяжении всех четырех сезонов Элли не сильно рада добыче но тут замечает оленя на которого начинает охотиться все это разумеется под управлением игрока оленя удается подстрелить но на добычу Элли положили глаз Дэвид и Джеймс и на первый взгляд они настроены дружелюбно Дэвид просит отдать оленя взамен на что-нибудь ссылаясь на то что у них большая группа в том числе женщины и дети и все очень голодные Элли готова отдать оленя взамен на лекарства что говорит нам о том что Джоэл еще жив но очень плохо Дэвид соглашается предлагает пойти Элли с ними и получить то что ей надо но эти условия Элли не устраивают и она настаивает на том что Дэвид останется а его друг сходит за лекарством вообще даже играя первый раз сходу складывается впечатление что с этими ребятами что-то не так и сложно сказать почему такое впечатление возможно по совокупности факторов озвучка фразы которые говорит Дэвид их внешний вид но так или иначе Дэвид пытается разговорить Элли и узнать для кого эти лекарства но у Той видно тоже впечатление что здесь что-то не так и где-то здесь зарыт подвох и пока они ждут на Оленину приходит еще один претендент зараженные много зараженных Элли и Дэвид хоть и с трудом но кое-как удачно отбиваются и тут Дэвид и выкладывает что на самом деле его беспокоит и почему он спрашивал для кого эти лекарства эта зима выдалась очень суровой не так давно я отправил своих людей в ближний город искать еду вернулись немногие они сказали что там на них напал один психопат и представь себе с этим психопатом была девочка не сложно догадаться кого он имеет в виду однако Дэвид не винит Элли и когда его друг возвращается с лекарством то он ее отпускает сдержав свое обещание однако Элли не поняла что так подло и просто Дэвид хотел выведать где находится Джоэл так как очевидно что лекарство для него и уже на следующее утро явно недружелюбно настроенные товарищи окружают дом где находятся Элли и Джоэл Элли пытается увести их подальше и у нее это получается однако в итоге она попадается Дэвиду и тут мы узнаем что с ними не так они не просто бандиты они людоеды и Дэвид пытается это оправдать и честно признаться его слова даже на какую-то долю секунды заставляют задуматься над тем что он говорит ты легко судишь других как будто вы с другом никогда не убивали что нам оставалось ну а нам что остается скажи убиваем чтобы выжить как и все заботимся о своих тут любые средства хороши конечно ничто не может оправдать эту мерзость но создатели Last of Us очень близко подошли к черте где заканчивается фраза любые средства для выживания хороши и пока Элли находится в заточении Джоэл приходит в себя выходит на улицу и начинает громко звать Элли что привлекает бандитов двоих из них он берет в заложники чтобы выяснить где ее искать да просто надо сказать Джоэл проводит весьма жестко давая понять что ради спасения Элли он готов на все ведь она буквально вытащила его с того света в это же время Элли удается обхитрить Дэвида и его дружка сказав что она заражена и так как она укусила Дэвида то и он теперь заражен тоже и пока Дэвид и Джеймс спорили так это или нет Элли воспользовалась моментом и вырвалась далее мы пытаемся уйти подальше от этого места попутно отбиваясь от бандитов благо на городок обрушилась снежная буря что сильно затрудняет видимость и под шумок проще сбежать но на своем пути Элли снова попадается Дэвиду который никак от нее не отстанет вообще судя по тому что было до этого у этого маньяка были планы не просто ее съесть и пока Элли пытается покончить наконец с этим поехавшим до города дошел Джоэл все эти события происходят параллельно и управление перекидывается с одного персонажа на другой Джоэл не церемонясь расправляется с несколькими бандитами находит место где держали Элли и понимает что тут творится что-то не так и в конце концов находит ее в тот самый момент когда она уже сорвавшись от всего этого добивает маньяка рубя его на куски этот кошмар остается позади и так и заканчивается зима и наступает последняя пара года которой еще не было в Ласт оф Ас а с ней начинается и последняя глава этой истории вообще как мы отмечали до этого события Ласт оф Ас подаются не сплошным потоком событий они подаются эпизодами однако это никак не оказывает влияния на восприятие вся история все равно воспринимается одним сплошным повествованием иногда между одним эпизодом и следующим проходит недели если не месяцы но никакой рваности в помине нет например в следующем кадре после событий в городке Людоедов мы встречаем Элли и Джоэла уже на подходе к больнице в которой должны быть цикады и ты понимаешь что окей они уже почти добрались до пункта назначения и с тех пор прошло немало времени и стоит отметить как же грамотно один кадр переключается на другой эмоциональное событие сменяется спокойной атмосферой которая позволяет игроку перевести дух да Ласт оф Ас это не только игра это еще и кино и приемы здесь соответствующие прямиком из кинематографа и многие считают что успех Ласт оф Ас в том числе из-за свою киношность оказал немалое влияние на индустрию игр в целом и на эксклюзивы Плейстейшн в частности и в этом несомненно есть смысл В ходе прогулки на подходе к больнице Джоэл замечает что Элли погружена в свои мысли и уже он пытается как-то ее разговорить предлагает научить играть на гитаре когда все это закончится и просто пытается поддерживать диалог Элли даже в какой-то момент когда надо подать лестницу просто не слышит просьбу однако из своих мыслей ее возвращает в реальность встреча с жирафами да не будем задаваться вопросом как им удалось выжить но на Элли они оказывают впечатление пусть не такое сильное как на любого другого подростка который видит их впервые и Джоэл понимая в чем причина такого состояния Элли предлагает ей все это бросить мы можем отказаться ты ведь это понимаешь а какие варианты вернемся к Томми и просто забьем на эту хрень после того что было того что я сделала я не могу все бросить и в следующий момент только по выражению лица Джоэла можно понять что он и сам хотел бы повернуть назад и секундой позже он признается что никуда без Элли уже не уйдет слушай ты хочешь как лучше но деваться некуда вот закончим пойдем куда скажешь ладно все равно без тебя не уйду так что хватит уже а еще моментом позже Джоэл впервые рассказывает когда потерял Сару после чего Элли отдает ему фотографию ту самую которую мы могли видеть в начале игры Элли ее стащила у Марии которой это фото отдал Томми и в этот момент спустя 20 лет Джоэл принимает свою тяжелую потерю Окей мы много обсуждали сюжет эмоции переживания героев подачу сюжета но мало говорили про геймплей а это в конце концов игра и хотя бы стоит про него сказать ну хоть парочку слов и хоть Last of Us и считается шедевром в основном благодаря истории и всем сопутствующим элементам но геймплей тут стоит сказать тоже неплох это как мы все знаем стелс экшен в котором мы сражаемся с противниками с помощью подручных средств и огнестрельного оружия да акцент расставлен правильно именно подручных средств и огнестрельного оружия если коротко то на мой взгляд самое интересное в сражениях это понять как в определенной локации вынести противников особенно когда их много и вынести тем что имеешь ты тихо исследуешь локацию отмечаешь для себя кого как и в какой последовательности убрать и потом пытаешься это воплотить и в этом определенно есть своя прелесть так или иначе думаю никто не будет спорить с тем что Last of Us без такого сюжета и его подачи мало кто назвал бы выдающейся игрой только за геймплей хоть он как я и сказал в целом хорош и доставляет удовольствие окей пара слов про геймплей прозвучало возвращаемся к истории на пути к больнице Элли и Джоэлу пришлось пройти через тоннель который просто кишит зараженными это была нелегкая битва на которую ушел почти весь запас припасов после этой битвы осталось только решить небольшую головоломку и подняться на поверхность но в последний момент автобус по которому лежал путь сносит потоком воды и Джоэл оказывается в ловушке Элли бросается ему на помощь однако в итоге сама оказывается под водой и без сознания Джоэл ее вытаскивает и в спешке пытается откачать даже не замечая что на шум в тоннеле пришли бойцы цикад один из которых и вырубает Джоэла просыпается Джоэл уже на койке в больнице и первое что он спрашивает это что сейчас с Элли Марлин говорит что все в порядке что ее откачали но Джоэл хочет сам ее увидеть однако ему говорят что нельзя и что прямо сейчас ее готовят к операции и эта операция спасет всех но для Элли она будет последней Врачи говорят что кардицепс внутри нее как-то мутировал и дал иммунитет они извлекут грипп и смогут синтезировать вакцину вакцину как грипп отделят от мозга никак и вот перед Джоэлом встает выбор все человечество или Элли тот человек на которого когда-то ему было абсолютно плевать к которому он относился как к грузу потом понял что может к ней привязаться и всячески этому сопротивлялся но в итоге пройдя весь этот путь вместе пережив не одну передрягу который стал для него считай что родная дочь и конечно Джоэл не может так поступить с Элли даже такой огромной ценой ценой все и каждый живой человек на земле вообще при создании игры у сценаристов и постановщиков была цель провести играющего через все это чтобы он и сам в конце эмоционально понимал выбор который сделает Джоэл и у них это несомненно получилось Джоэл не колебаясь ни секунды не соглашается и слушать ничего не хочет поэтому Марлин приказывает бойцу посадить Джоэла под замок и в случае чего стрелять не раздумывая но Джоэлу удается вырваться и узнать где находится операционная довольно жестко допросив того самого бойца теперь между ним и Элли все цикады и время не ждет и Джоэл с боем прорывается сквозь толпы военных к операционной до которой в итоге удается добраться но врач не позволяет забрать Элли и Джоэл его убивает а затем вместе с Элли на руках бежит из больницы однако снова встречает Марлин которая снова пытается уговорить Джоэла ее не спасешь допустим ты выберешься рано или поздно ее разорвут щелкуны или бандиты изнасилуют и убьют это это не тебе решать это ее выбор ты ведь знаешь и по этому моменту мы понимаем что это решение сделано не на эмоциях Джоэл Джоэл осознает что он делает и что за этим последует и кто-то может даже сказать что Джоэл поступает эгоистично ведь он не хочет предать себя и свои ценности взамен на жизнь всего человечества но кто не поступил бы так же на его месте может поэтому игра так и называется один из нас что гораздо лучше передает суть чем даже оригинальная Last of Us ну а дальше следует концовка и мы еще не знаем реакцию на произошедшее еще одного участника всей этой истории речь конечно об Элли ведь как мы поняли по прошлому эпизоду она возможно была не против такого для себя исхода и вот она просыпается и Джоэл ей говорит что иммунитет не редкость и никакого смысла для создания вакцины в нем нет также по флэшбеку нам показывают что Джоэл убивает Марлин чтобы та не искала Элли и вот Элли и Джоэл почти добрались до Джексона городка в котором они будут жить с Томми и остальными в ближайшие годы однако Элли хочет объяснить Джоэлу одну важную вещь каково это жить когда все кто тебе дорог рано или поздно гибнут и видно что она была готова пожертвовать всем чтобы никто такое больше никогда не испытывал а также хочет задать вопрос который терзал ее всю эту поездку погоди в Бостоне когда меня цапнули я была не одна мою подругу тоже укусили мы не знали как быть она сказала давай просто ждать мы сойдем с ума вместе это так романтично вот я и жду до сих пор Элли ее звали Райли она умерла первой потом Тесс потом Сэм Элли ты тут ни при чем нет ты не понимаешь я не сразу смог принять то что выжил и надо просто надо идти вперед искать за что сражаться знаю ты не это хочешь услышать но поклянись поклянись что все что ты сказал про Цикат правда клянусь ладно титры в этой истории сказано все и никакого хэппи-энда в котором все решилось и все довольны тут не будет так почему же Ласт оф Ас считается шедевром благодаря истории конечно благодаря ее содержанию содержимому и вопросам которые она ставит перед игроком благодаря тому что на протяжении всей игры ты эмоционально втягиваешься в происходящее и по-настоящему собереживаешь ее участникам благодаря персонажам тому как они проработаны и поданы даже спустя годы ты помнишь Билла Тесс Марлин и даже Дэвида не говоря про Джоэла и Элли и конечно благодаря небольшим но сильным историям на протяжении всей игры история Иша который впустил людей в убежище но в итоге поплатился за свою доброту или нет может он поступил во второй раз точно так же запомнилась ситуация с военным которая на первый взгляд однозначно но в ней есть над чем задуматься и мысли совсем не веселые запомнилась история двух братьев которые пытались выжить в этом суровом мире и конечно история Джоэла непростого человека который сделал свой выбор вопреки всем и даже желанию человека который стал ему дорог эта история ничему не учит но многое рассказывает о природе людей и о том кто мы такие я благодарен каждому кто досмотрел или дослушал это видео до этого момента это мой первый ролик такого размаха и размера и я буду признателен за обратную связь и за поддержку в виде стандартного лайка тут на ютубе эту поддержку сложно переоценить уж поверьте не могу обещать но под конец работы над этим видео начал задумываться над разбором сюжета второй части хоть он и в два раза больше так или иначе я был рад еще раз пройти эту прекрасную игру и рассказать вам всем о ней свои мысли и впечатления спасибо еще раз всего наилучшего и до новых встреч до скорого пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok